МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на своем студии Роман Вейстерап. И вот переходим к главным событиям к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Ставрополье в 2023-м отремонтировали порядка 700 километров дорог. Прошлый год стал рекордным по объему дорожного фонда – 18 миллиардов рублей. На эти деньги обновили около 300 километров дорог регионального значения и более 400 муниципальных автодорог. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок 65 объектов общей протяженностью 165 километров в 10 муниципалитетах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. Глава края отметил – это хороший результат, однако впереди еще больше работы. В 2024 году поэтапное обновление и развитие дорожной сети Ставрополя продолжится. Особое внимание уделят местным автодорогам. В Михайловске в 2024 году планируют достроить еще одну школу. Она откроется на улице Локомотивной. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. К слову, с 2019 года в окружной столице возвели три школы, которые вмещают более 3000 учеников. Одна из них на улице Прекрасной. Объект возвели по нацпроекту образования. Учреждение на 1002 места примет учеников уже в феврале. В школе предусмотрели игровые комнаты для первоклассников, актовый зал, фотостудию. Во дворе для учеников оборудовали футбольное поле. Как сообщил глава края, Михайловск – один из самых динамично развивающихся в крае. Там строится много современного жилья, рождается все больше детей. Город своей динамикой притягивает молодые семьи. Важно, чтобы и социальная инфраструктура не отставала. В Солнечнодольске закончился капитальный ремонт участковой больницы. Совсем скоро специалисты приступят к оснащению палац стационарного корпуса. Когда медучреждение откроет свои двери и какие еще объекты здравоохранения обновили в Изобильнинском округе. Обо всем узнала подробно Виктория Шкальная. Работать больница в Солнечнодольске начала 48 лет назад. Сейчас медучреждение с полувековой истории обслуживает жителей поселка и близлежащих населенных пунктов. А это около 20 тысяч человек. Но вот ремонта в учреждении не было с момента основания. Участковая больница Солнечнодольск ждала ремонта давно. Основание больницы 1976 года. Для поселка это очень долгожданный и очень значимый подарок. Планируется организация работы в стационарных условиях отделения палиативной медицинской помощи на 40 коек. Отделение дневного стационара, отделение терапевтическое, детское отделение. Эти кадры сняты в декабре 2021-го. Именно тогда стартовал капремонт больницы в Солнечнодольске. Четырехэтажное здание стационарного корпуса стало участником краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. И здесь учреждению повезло с подрядчиками. То, что они запланировали в течение трех лет, они сделали за один год. Причем работали они очень длительно. То есть, я имею в виду, по времени в течение рабочего дня. Они спрашивали нас, что мы хотим увидеть в этой больнице. Какие помещения, какие отделения подстраивались именно под профиль отделений. Работы уже завершены. Специалисты полностью заменили все коммуникации, противопожарную сигнализацию и отремонтировали фасад. Палата оснащена кислородными подводкой на три койка места, индивидуальными светильниками. Специально установили мы розетки на уровне пола, чтобы включать противопролежневые матрасы. Кровати все у нас функциональные. Но, как видите, палата проходит предчистовую обработку. И мы уже будем готовы сюда завести медицинское необходимое оборудование и мебель. Медработники уже получили новый аппарат ультразвуковой диагностики и электрокардиограф. Первым начнет работу дневной стационар больницы. Первый этаж стационарного корпуса больницы пока тоже не оснащен. Но совсем скоро здесь появится кабинет лаборатории, скорая медицинская помощь, приемный покой и социальная аптека. Ну и, конечно, необходимые для каждой больницы пункт охраны и гардероб. С 2021 года краевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» охватила и самые отдаленные участки Изобильнинского округа. 350 миллионов рублей было направлено для осуществления цели ремонта и строительства объектов здравоохранения за эти три года. В чем ценность самой программы? В том, что ею охвачены самые отдаленные участки нашего округа и в отдаленных хуторах округа появились объекты здравоохранения. Модульные фельдшерские и акушерские пункты, также некоторые ФАПы были отремонтированы. А вместе с жителями Изобильнинского округа ждут открытия медучреждения и Виктория Шкальная, и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение. Праздник продолжается. Председатель Краевой Думы Николай Великдань стал Дедом Морозом для двух маленьких ставропольцев. Он привез подарки детям, которые участвовали в акции «Елка желаний». Шарики с именами спикер срезал на выставке «Россия» на ВДНХ. О чем мечтали дети, расскажет Кира Мартынова. Девятилетнему Ивану свой подарок даже разворачивать не пришлось. Пока взрослые на кухне пьют чай, юный футболист тестирует обновку. Я просто занимаюсь футболом уже 4 года, и поэтому мне захотелось новый мячик. Ну как мячик-то? Нормальный, мне нравится. Есть у Вани спортивные награды, медали и грамоты. Поддерживаем, всегда возим на тренировки, всегда, если есть соревнования, обязательно возим. Он очень любит этот спорт. Всегда все, что он хочет, мы всегда рядом, всегда помогаем ему. Пришел высокопоставленный Дед Мороз и в дом к Веронике Дроздовой. Вот тебе подарок от Деда Мороза. Открывай. Открывай, мы посмотрим. 12-летняя Вероника играет на флейте и любит кататься на роликах. Музыкальный инструмент есть. Написать письмо со своей мечтой на сайт всероссийской акции «Елка желаний» девочке помогла мама. У нас были ролики, да? Но они какие-то совсем простенькие были. Вот она маленькая была, и ну так вот стояла, ходила. Вот, а сейчас это... Мы даже таких и не ожидали. Она их таких и не видела. Открытки с пожеланиями детей председатель снял с «Елки желаний» в день Ставропольского края на выставке-форуме «Россия. Одна ВДНХ в Москве». Хочу пожелать, что в этот год, год семьи, всем семьям нашего Ставропольского края, самое главное – благополучие, чтобы все любили и уважали друг друга. Мира, конечно, в первую очередь. Мы ждем своих, значит, служивых, своих ребят, значит, с фронта. Значит, они нужны нам здесь, мы должны дальше заниматься экономическими вопросами. Этот год очень сложный, сложный тем, что у нас выборы президента Российской Федерации, у нас выборы губернатора Ставропольского края, у нас 30-летие Думы. Мы должны провести все легитимно, четко. Вместе с детьми поверили в сказку Кира Мартынова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. В школе хутора Тамбукана открыли обновленный пищеблок. Его разделили на обеденный зал, кабинет заведующего, помещение для приготовления и хранения пищи. Вместимость пищеблока позволит организовать питание детей в течение трех перемен. Строительство провели в рамках госпрограммы развития образования. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В селе Крым-Гиреевском в этом году возведут врачебную амбулаторию. В здании разместятся кабинеты терапевта и фельдшера Акушера. Лаборатория, прививочная и процедурная комнаты сообщили в региональном Минздраве. Прилегающие к медучреждению территорию благоустроят. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В станице Суворовской стартует капремонт второй школы. Там укрепят фундамент и фасад здания, заменят инженерные коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном Министерстве образования. Также обновят кровлю и внутреннюю отделку, благоустроят прилегающую территорию. Работы проведут по краевой программе модернизации школьных систем образования. На время ремонта ученики будут посещать занятия в другой станичной школе. В Эдельбай продолжается строительство комплекса объекта водоснабжения. Там прокладывают 2 километра инженерных сетей и устанавливают новый резервуар, сообщили в региональном Министерстве ЖКХ. Качество водоснабжения в результате работы улучшится для полутора тысяч жителей аула. Строительство проходит благодаря средствам субсидий с Фонда национального благосостояния и федеральной программе «Чистая вода». Это все новости к этому часу. Еще больше интересной информации вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv и в социальных сетях. Также вы можете прислать свои обращения нам на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстероп. Я с вами прощаюсь. Продолжит наш эфир прогноз погоды на своем ТВ. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу 12 января. В Ставрополье готовимся к резкому похолоданию на выходные. Ну а пока вот так будет. В центральной территории края снег ожидается в Ставрополе, Невиномыске и Изобильном. В Минводах просто пасмурно и без осадков. Световой день 9 часов 3 минуты. Однако в Минводах снег и похолодание ожидаются вечером. Днем без осадков. А температура вообще плюсовая. В Пятигорске и Сентуках днем плюс 4. Кисловод-Жерезновозг плюс 3. И ветер на курортах 2-4 метра в секунду. Северо-Восток Ставрополье. В Ипатово и Дивном днем около нуля. Снег, ветер до 5 метров в секунду. К вечеру похолодает до минус 7. В Нефтекумске и Буденовске днем плюс 4 и пасмурно. К вечеру также похолодает до минус 6. И пойдет снег. Зима по расписанию. У меня о погоде все. Увидимся.